Музей воинов-интернационалистов Уникальность нашего музея заключается в том, что по своему профилю он является военным, историческим и мемориальным музеем. Говоря о военных-интернационалистах, мы чаще всего имеем в виду тех, кто воевал в Афганистане, в то время как участники других боевых сражений остаются в тени. Китай, Корея, Египет, Ангола не отдыхать на экзотических курортах отправляла страна своих лучших салтат, а выполнять свой интернациональный долг. Давайте же окунемся в историю самого Дмитрия Чижова. Обратим внимание на стенд детства. Дима родился 14 марта 1958 года в Москве в семье военнослужащего. Обратим внимание на фотографии Чижовых. На ней вы можете видеть бабушку Ольгу Андреевну Лукину, маленькую Диму, сестру Наташу, отца Владимира Яковлевича и мать Елену Алексеевну. А вот Дима на руках у отца Владимира Яковлевича в 1959 году. Его детство было вполне обычным для московского ребенка. Он гулял во дворе, тут, в Тушино, покоряя местные высоты, играя с ребятами. А когда пришло время, он отправился первый раз в первый класс в школу номер 116, ныне нашу школу 2097. Вот Диме, 7 лет, в марте 1965 года. Особенно хорошо ему давались гуманитарные предметы. Английский язык его просто захватил. Это грамота за первое место в Олимпиаде по английскому языку за седьмой класс. Он был прилежным учеником, учился с удовольствием. Правда, не все всегда ему удавалось сделать на отлично. Там находится награда за отличные успехи в учебе. Охотно Дима принимал участие в общественной жизни школы и класса. Он участвовал в предметных олимпиадах, в различных мероприятиях, спортивных соревнованиях, в которых защищал честь своей школы. Школьные годы промчались быстро. И вот уже последний звонок, выпускные экзамены и последний школьный балл. Мечта стать конкурсантом Института военных языков не давала Диме покоя. Дважды вступительные экзамены заканчивались провалом. После очередного тяжелого приговора аттестационной комиссии Диму призывают в армию. Но даже там она продолжает усердно готовиться, и ему удается поступить в институт. В этой экспозиции представлены оригиналы документов Димы Чижова, оригиналы его конспектов по английскому и португальским языкам. Но в институте Дима учился недолго. После года обучения проходит ускоренный выпуск. Его вместе с его одноклассниками отправляют в Мозамбик, присваивая знания старшим младшим лейтенантом. Долгое время Мозамбик являлся колонией Португалии. В 1964 году началась вооруженная борьба против португальских колонизаторов. Правительство Молодой Республики обратилось за помощью к Советскому Союзу. И после заключения соглашения о военном сотрудничестве в Мозамбик из СССР стала поступать военная техника и вооружение. Дмитрий был одним из более чем 4 тысяч военнослужащих из Советского Союза, помогавших Мозамбику в разное время отстаивать свою независимость, бороться с внешними и внутренними врагами. Дима побывал в столице Мозамбика, в городе Нырбана. Также он работал с губернатором провинции Сафала. И у нас есть фотография, подтверждающая, что Дмитрий работал непосредственно с президентом Республики Мозамбик. Так и служил Дима в далекой африканской стране Мозамбика. Обратим свое внимание на чемодальчик Димы, в котором находятся оригиналы его письма. Жара, зной, а главное, далеко от дома, от любимой Москвы, от друзей и родных. Конечно же, Дима писал письма своей семье. Зачитаем же одно из них. Жар в пустыне мне счет и щиплет, и песок забивает рот. Напиши мне, мама, в Мапуту, как там наша Москва живет. За этими строчками встает Дима, заботливый, нежный. А между строчками читается тоска по дому, по родине. В своем последнем письме Дима пишет, что с нетерпением ждет отпуска, что соскучится по сестре, по родителям. Он пишет о том, как осуществил бы ремонт в родном доме. Но, к сожалению, этим планам не суждено было сбыться. В тот роковой день, 26 июля 1979 года, машина с советскими специалистами, среди которых был Дима, недалеко от города Бейро, попала в засаду и была сожжена. Также давайте обратим свое внимание на макет, изготовленный руками учеников нашей школы. Он наглядно показывает, как именно происходили те трагические события. Дмитрий до конца остался верен присяге и долгу солдата. Родные моего гибели сообщили работники российского посольства в Мапуле. Копию этого сообщения вы можете видеть на этом стенде. Останки Дмитрия Тяжелого были перевезны в Москву и похоронены на Беденском кладбище. А в 1982 году по инициативе, при активной помощи и поддержке родных Димы был открыт наш музей. Встречи тут 14 марта, в день рождения Димы, стали традиционными. И каждый год ученики нашей школы встречаются тут с теми, кто служил вместе с Димой, с его родными и с теми, кто вместе с ним учился. Память о Дмитрии Тяжелое жива, а значит жизнь его продолжается. А подвиг Димы пишут газеты и книги. Также мы хотим отметить, что в экспозиции нашего музея есть книга «Сын России. Брат африканского народа». Эту книгу написала мама Дмитрия Тяжелого. И в ней она рассказывает о истории своего сына и работе нашего школьного музея. И, наконец, существует наш музей, который рассказывает о Дмитрии Тяжелое каждому новому поколению. Следует отметить, что в экспозиции нашего школьного музея имеются подданные документы младшего лейтенанта Дмитрия Тяжелого. Все предметы, собранные в музее, имеют свою историю. Каждый экспонат прошел через многие руки и был передан родителями Дмитрия Тяжелого или подарил друзьями и однополчанами. 20 сентября этого года была закончена масштабная реконструкция музея. Появилось множество стендов, была обновлена экспозиция. Появились метражи на стеклах, рассказывающие нам о далекой африканской стране Мозамбик. Я служил Дима. Мы гордимся тем, что с прошлого года наш музей участвует в Московской Олимпиаде Музей Парки-Усадьбы. К нам приходят ученики с 1 по 11 класс. И на этом мы хотим закончить нашу экскурсию. Спасибо вам за внимание и ждем вас снова в нашем школьном музее.